Хранить отцовское наследие, любить и прославлять свой край – вот смысл работы краеведения. Музей живи и процветай, ищи и собирай бесценное, ты вечной памятью богат, а память самая медленная хранит музейный экспонат. Краеведы и исследователи, которые посвящают свои работы нашему городу, вновь собрались вместе. Поводом стала научно-практическая конференция к столетию Слободского краеведческого музея. Со своими докладами на пленарном заседании выступили участники из Кировской области, Пермского края, Мэриэл и Москвы. Все темы, можно сказать, по-своему интересны. Есть темы, которые связаны с нашими знаменитыми земляками, с Ксенофонтом Анфилатовым, с другими людьми, которые известны в Вятском крае, и их деятельность связана с нашим городом. Поскольку все-таки конференция посвящена юбилею музея, то здесь будет несколько и таких узких тем, которые направлены на то, чтобы произошел обмен опытом. Конференции Слободской и Слобожане проводятся в нашем городе на протяжении многих лет. Самая первая, двухдневная, состоялась в 1995 году. Ведущим был Владимир Жаравин. С тех пор почетный архивист Российской Федерации – постоянный участник этого научного мероприятия. Мы из города Кирова всегда сюда приезжаем большой делегацией, потому что хочется нам рассказать что-то новое о Слободском и Слободском районе. И всегда бывают публикации. Я последние, наверное, пять или шесть раз выступал на тему Слободской и Слободской район в годы Великой Отечественной войны. И я решил продолжить эту тему. И сегодня я расскажу, как Слободской райвоенкомат встретил начало Великой Отечественной войны и как он работал в течение 1941 года. Обмен опытом, знаниями и подарками. В этот раз из-за большого количества желающих выступить, научно-практическую конференцию поделили на три секции. Историко-культурное наследие Слободского, фондовые коллекции музеев и Слободской в лицах развитие туризма. Перед тем, как я перейду к своему докладу, мне хотелось бы сказать несколько слов о музее и музее. Вот вы знаете, работа любого музея – это показатель зрелости общества. Почему? Потому что, во-первых, музеи рождаются и работают там, где есть какие-то достижения. Во-вторых, музеи появляются в таких городах, где есть богатая история. И, в-третьих, музеи рождаются и затем плодотворно работают там, где общество имеет очень высокий уровень самосознания. По итогам мероприятия планируется создать сборник из докладов, представленных на конференции. Благодаря этому с интересными исследовательскими работами сможет познакомиться любой желающий.